В студии нашей программы появился лучший из лучших, лучший в Латвии игросмейстер. Алексей Широв, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Нет, подожди, подожди, я знаю, ты расскажешь, какой новостной повод у нас для этого, Алексей. Ну, сначала вопрос. У меня коллеги уже походили, ну вот обратно сдвинули пешки. А вы любите больше какими играть? Ну, шахматисты обычно предпочитают играть белыми, потому что у белых все-таки так называемое право выступки, оно дает небольшое преимущество, и чаще всего белым дается получить определенную инициативу, а человек, игравший черными, он должен думать о том, то есть как не дать сопернику именно большое преимущество. Поэтому, конечно, если есть возможность выбора, то почти все красмейстеры выбирают белый цвет. А первый ход, он всегда традиционный какой-то, скажем, вы всегда делаете вот так, или он каждый раз разный? Нет, в гроссмейстерской практике сейчас существует большое количество первых ходов. Могу так сказать, что пять разных первых ходов употребляются, ну, ведущими гроссмейстерами, но самые популярные это все-таки ходы пешкой по центру, Е2, Е4 и Д2, Д4. Какие знакомые. Да, позвольте, у меня все ходы записаны. Вот, вот. Так вот, ну, начну с того, что Алексея Широва мы сегодня пригласили в нашу студию не случайно, потому что на этой неделе в Юрмале проходит два международных турнира, главным организатором которых и является наш сегодняшний гость. Прежде всего, это четвертый зимний кубок Алексея Широва, детско-юношеский турнир международный, который сейчас вот проходит в санатории Янтарный берег. Ну, и в конце недели нас ожидает в Юрмале крупный турнир. Это мемориал Владимира Петрова с участием уже взрослых и гроссмейстеров, и любителей. Этот турнир будет проходить в помещении городского юрмальского музея в Майоре. И, кстати, на этом турнире мы можем увидеть самых известных мастеров шахматы. И я попрошу Алексея озвучить имена, какие из шахматистов приезжают к нам в Латвию, потому что действительно это игроки первой величины. Ну, я могу сказать, что в главном турнире мемориала Владимира Петрова, традиционного турнира, который я придумал, скажем так, уже три года назад, и таким образом проводится уже четвертый раз, А главными гостями будет украинец Василий Иванчук. Ну, о его успехах за шахматной доской можно говорить очень-очень долго. Это легенда мировых шахмат. Он был вице-чемпионом мира в 2001 году, но это далеко не единственное его достижение. То есть количество его турнирных побед перечислить, я думаю, просто невозможно. Ну, и он был один из немногих шахматистов, имеющих хороший счет с Гарри Каспаром. Это тоже говорит о многом. Ну, и учитывая, что он уже в элите мировой почти 30 лет, то это действительно человек-легенда. Приедет также Сергей Корякин, раньше представлявший Украину и в те времена известный тем, что он был самым молодым гроссмейстером в истории шахмата. Он стал международным гроссмейстером в 12 лет. Этот рекорд до сих пор никем не побит. Также в возрасте 14 лет он уже был олимпийским чемпионом в составе сборной Украины. Это тоже, я думаю, рекорд побит не будет никогда. Ну, как известно, Сергей Корякин представляет. Сам крымчанин. И еще до начала всех этих непростых событий он принял решение о переходе в Российскую Федерацию и переехал в Москву. Ну, то есть, как бы, его игра под российским флагом в данном случае не связана с крымскими событиями. И, я думаю, что третий человек, которого обязан назвать, это Борис Абрамович Гельфанд. Он представляет Израиль. Три года назад, или даже, нет, все-таки время идет не настолько быстро. Два года назад Борис Гельфанд сыграл матч на первенство мира против Вишванатана Ананда. И был очень-очень близок к тому, чтобы этот матч выиграть, то есть, чтобы стать чемпионом мира. К сожалению, у него это не получилось. То есть, шанс жизни он использовал почти до последнего, но в спорте в целом и в шахматах в частности почти, к сожалению, не считается. Борис Гельфанд также известен тем, что он в далеком уже 85-м году в Юрмале выиграл чемпионат СССР среди юношей. И вот, спустя ровно 30 лет он возвращается в Юрмалу. Также нельзя не упомянуть о чемпионе мира 1999 года Александре Халефмане, который тоже в 82-м году выиграл чемпионат СССР среди юношей тоже в Юрмале. Ну, правда, он уже в Юрмалу возвращался, поэтому он как раз возвратился в 2012 году, тоже отметил 30-летний юбилей того успеха. Но Александр Халефман в последнее время занимается больше тренерской деятельностью, поэтому к числу фаворитов он вроде бы не относится, хотя кто знает. Ну, это все, конечно, шахматисты первой величины и вообще турнир очень высокого ранга получается. Но вот в эти дни проходит детско-юношеский турнир. Почему вы обращаете внимание на детей, зная, что вы выступаете с лекциями перед ними, даете сеансы одновременной игры? Почему вы решили заняться не только организаторской, но и такой просветительской деятельностью? Ну, скажем так, именно этот детско-юношеский турнир, я считаю, что я его реально организую, потому что это тоже была моя идея. Турнир имеет мое имя, и там, конечно, я занят целиком и полностью, хотя, безусловно, у меня в этом помогает и Рижская шахмная федерация, и Латвийская шахмная федерация. Но, отвечая на вопрос, почему, ну, не знаю, для меня это как-то было все естественно, потому что меня очень часто приглашали раньше на подобные мероприятия, дать сеансы одновременной игры юным шахматистам в самых разных странах. Я видел детско-юношеские события в других странах и тоже подумал, а почему бы такому событию не быть в моей родной стране? А с какого возраста можно начинать заниматься шахматами? Ну, я лично научился играть в шахматы в 6 лет. Точнее, первый раз научился в 5 лет, но не заинтересовался игрой. То есть мне только в 6 лет реально заинтересовался и начал играть. Ну, это, я думаю, такой стандартный возраст, 6-7 лет, хотя многие дети учатся еще раньше. А в турнире с какого возраста можно участвовать в детско-юношеском? Ну, там мы разделили турнир на две группы. Одна группа до 14 лет, там уже играют молодые, вполне созревшие шахматисты, которые в будущем могут стать игросмейстерами, может быть даже шахматными профессионалами. И есть вторая группа до 10 лет, там, конечно, дети еще сравнительно недавно начавшие играть, которые еще пока, естественно, в связи с возрастом, дальнейшую путь никак не выбрали. Алексей, такой вопрос. Почему сегодня шахматы не так популярны, как в свое время? Все-таки во время моей юности и молодости, и вашей тоже шахматы были настольной игрой в каждой семье. Сегодня такого нет. Почему? Это все компьютерные технологии или что-то другое? Ну, надо сказать, что компьютерные технологии сказались на шахматы не только в отрицательном смысле, но и в положительном, потому что когда вообще в жизни появился интернет, уже, получается, около 20 лет назад, даже, может быть, чуть больше, неожиданно выяснилось, что как раз в шахматы по интернету играть очень удобно, потому что, ну, сделать дизайн доски и чтобы мышью двигать фигуры, это, ну, уже тогда было проще простого. Но вот, к сожалению, это и привело к тому, что очень большое количество людей, которые умели и любили играть в шахматы в свое свободное время, стали играть именно по интернету, потому что им так показалось удобнее. В результате, что получилось? Ну, приходит человек с работы домой, раньше он шел в шахматный клуб, там, шел на турниры, искал какое-то, то есть, общение через шахматы, а потом человек стал просто приходить домой с работы, включал компьютер, начинал, там, час-два играл в шахматы по интернету с людьми из всего мира, и этим его занятие шахматами ограничивалось. Я помню тот момент, когда это все зарождалось, тогда это все казалось вот очень интересным, своего рода фантастика, как так ты сидишь в Риге, ты можешь играть с человеком из Новой Зеландии, и быстрые, легкие, дружеские партии, я сейчас не говорю о серьезных турнирах. Вот и получилось, что шахматы как массовый спорт, как именно массовая игра, как занятие, как досуг, очень сильно ушел именно в интернет. В результате чего сейчас десятки тысяч, если не сотни, играют просто блиц-партии по интернету, но мы этого не видим, потому что это все на экранах их компьютеров. Но у нас шахматный вполне реальный. Вы поговорили о детях и мужчинах, а с женщинами в шахматы играете? Ну, я был свидетелем революции в женских шахматах, когда Юдит Полгар заявила, что она не будет играть среди женщин, а будет играть только с мужчинами. Все сначала скептически к этому отнеслись, а потом всем пришлось чесать затылок. То есть вы согласны с тем, что женщины могут наравне с мужчинами играть в шахматы? Ну, шахматы в данном случае ничем практически не отличаются от какой-то другой умственной деятельности. Ну, бытует мнение, что пять часов молча женщина не может просидеть. А посему наравне с мужчинами я не быть. У меня к вам просьба, сделайте первый ход, а я созову консилиум с коллегами и решу, чем вам ответить, но уже, конечно, чуть позже, за эфиром. Гроссмейстер пошел Е2-Е4. Это была уникальная ситуация. Со мной играл лучший гроссмейстер Латвии Алексей Широв.